Челябинский климатолог И сегодня у нас в гостях климатолог, доцент кафедры геоэкологии и природопользования Челгу Екатерина Пестрякова. Здравствуйте, Екатерина Ивановна. Спасибо, что нашли время, заглянули к нам. Последний раз мы с вами обсуждали аномальную зиму, когда было минус 36. Сейчас не прошло и полгода, мы с вами встречаемся вновь, чтобы обсудить аномальную весну. Плюс 36 для Урала – это аномалия? Это аномалия, причем, ну, сами градусы – это не аномалия, но они просто не вовремя, как бы рано. Начало лета у нас совпадает с календарным, это 31 мая, 1 июня. Но ничего у нас с лета началось 8 мая, по-моему, или 9 мая. Ну, то есть перешла температура среднесуточная через плюс 15. Так у нас лето считается умеренно теплым. То есть у нас температура среднеиюльская, если ночь и день брать, она не превышает 19 градусов. Кроме юга области, где там недавно пересчитали, стало теплое лето. Ну, ну и было теплее, конечно. Вот. А прошлый июль был 22 градуса. Вот знаете, у нас только несколько метеостанций в России имеют такую температуру – 21 градус. Они все в справочнике ВСП по климатологии строительные имеются. Это, значит, у нас Краснодарский край, это Сочи-Крым и это Алтайский край там. Ну, конечно, не в горах, а в долинах. И вот мы попали, значит, в такую погоду с вами. Ну, надо сказать, что такая жара у нас – это сколько угодно было и в прошлом веке. Вот 1952 год был вообще у нас такой уникальный, у нас абсолютный максимум по области был – 42 градуса. Надо заметить, это в тени, это в Южноуральске, это абсолютный максимум по области. Надо сказать, в Крыму плюс 40, то есть Крым отдыхает, у нас как-то жарче. У нас тут гораздо жарче, но вот такая жара, на какие последствия может иметь для сельского хозяйства, для животного мира? Ну, пока, знаете, у нас агрометеостанция в Тимирязевской, поселок Тимирязевский, вот там агрометеостанция. Пока сильной почвенной засухи нет. Страшная ведь не атмосферная засуха, а именно почвенная. Но если вот это вот продлиться, то, конечно, нас ждет еще почвенная засуха. Это, конечно, сложно. Ну, 90 где-то, 95 процентов, если холодная зима, обычно жаркое лето. Ну, посмотрим, гидрометцентр дает нам жаркое май-июнь, а в июле у нас обычно максимум осадков всегда. Но если будет такой фон температуры, какой-то год у нас был, не соврать, 73, что ли, когда каждый день в Челябинске были ливни, каждый божий день, ну, тут же все просыхало на фоне температур выше 30. То есть увлажнение – это разница между испарениями и осадками. Поэтому спасет настолько, я не знаю, перемена циркуляции. Ну, будем ждать. Вот. Уже этот антициклон маленько сплющился. Мощный и над Свердловской областью уже показан холодный фронт. Может быть, там пройдут дожди и что-нибудь у нас изменится. Но дело в том, что этот антициклон мощный, очень с высоким давлением. А это значит, воздух опускается, а при опускании воздух всегда нагревается, даже без дополнительной температуры. Плюс солнечная радиация. Плюс, говорят, вот 31 градус. Прибавляем еще 6-7 градусов, и получается температура на солнце. То есть за 40 зашкаливает. Поэтому в такую погоду не надо раздеваться. Вот у меня тут знакомые студенты на хребет сука, и сдобыли, значит, косыночки надеть, и в маечках пошли. Руки сгорели, даже голова сгорела. Проборы. Взяться за голову трудно. То есть надо иметь в виду, что синяя одежда, она гасит ультрафиолет. Поэтому вот джинсы молодежи, самая хорошая одежда в сильном жару, не надо раздеваться. Но вот такую аномальную погоду, продолжительную по времени, почему ее синоптики не предсказывали нам? Ну, видите, что циркуляция вещь сложная, атмосфера подвижна, поэтому эти атмосферные выхри сменяются. И есть великий закон Чижевского, называется «сложно о квантитативной компенсации функций в биосфере», он говорил. Это значит, что, переводя на русский язык, происходит постоянное суммирование положительных и отрицательных аномалий в ходе природных процессов. Вот если у нас аномальная жара, в Словении был там снег, понимаете, а средняя температура по больнице будет, по широте будет нормально. Где-то, вот сейчас очень холодно на Дальнем Востоке в некоторых местах, ниже нормы. У нас намного выше нормы. То есть, если в одном месте убыло, то в другом обязательно прибудет, да? Да, по закону он наносит. А вот та самая аномальная зима, которая у нас в этом году была, она как-то способствовала вот такому аномальному началу лета? Да, я вам сказала, что, как правило, холодная зима, это континентальность усиливается, разница. Что такое континентальность климата? Это разница между суточными, сезонными, годовыми амплитудами температуры. Поэтому, ну, это не 100%, но процентов 90-95, если очень суровая зима, обычно тёплое лето. Вспомните Сибирь, прошлое лето, какие пожары, и какая холодная предшествовала этому зима. Выбрасывали кипяток там из чайника, и всё замерзало на ходу. Поэтому вот так. Ну, можно сделать, есть такое наблюдение, что после вот такой сильной и продолжительной жары обязательно что-то происходит, или ураган, или вихри какие-то, ливень с градом, то есть как-то вот такие какие-то, есть ли в этом закономерность какая-то? Ну, конечно, смотрите, даже если мощный антициклон, то очень сильный прогрев воздуха, выше 30, всегда восходящие токи, которые... И чем жарче, тем воздух быстрее поднимается, достигает очень большой высоты отрицательных температур, и начинается такая турбулентность. И эти градинки наращиваются, и чем жарче, тем этот град будет крупнее. Потом в такую погоду частые смерчи. Вообще смерчи характерны, конечно, это американцы страдают. Ну, вот вы замечали, когда сильный прогрев в июле, вот, бумажки крутятся, вот, это мини-смерч в приземном слое. А в приземном слое там вообще градиенты температуры сумасшедшие. Поэтому вот, ну, сложно всё это, понимаете. Но нам ждать каких-то вот таких явлений? Ну, очень может быть вообще гидрометцентр нам как сказал, что опасные явления погоды будут увеличиваться в связи всё-таки вот с изменением климата. А северное полушарие прогревается быстрее. Вот у меня студент один, он про зимы смотрел. Вы сказали, аномальная зима. Да не аномальная. Аномальная зима у нас была, это 78-79 года. Я прилетела из Сочи, у меня ветка мандариновая замёрзла до состояния в автобусе. Понимаете, а эта зима была нормальная, уральская зима. Вот у американцев и там ещё где-то, да, нормальная. Просто мы привыкли к тёплой зиме. Она была вполне, ну, чуть ниже, может, климатическая норма. У нас всё это рассчитано. У нас температура наиболее холодной пятидневки рассчитана на минус 36. Вот у нас топят, у нас вообще зимой везде тепло в домах. Ну, означают ли вот эти жаркие дни, что, ну, грубо говоря, природа нам говорит, ну, всё, хватит, вот вам лето, а дальше лета уже не будет? Ну, да, если в многолетнем разрезе, то какое бы ни было холодное лето, две недели жары нам гарантированы. Вот это те самые две недели? Хоть в сентябре, хоть в мае или в начале июня. Ну, мы привыкли, вот, что всё-таки у нас, если на 1 мая у нас тепло, ну, на 9 мая мухи белые летят. Или наоборот. Вот это была закономерность. Сейчас она ушла. Поэтому будем слушать прогноз погоды. Невозможно сказать на… Ну, Великий Ломоносов как говорит? Будем знать про погоду, нечего Господа Бога просить. Великий был человек. Но, тем не менее, нам всё равно хочется немножко предугадывать, так скажем, и понимать, что нас ждёт впереди. Ну, Гидромедцентр должен дать прогноз. Посмотрим. Они в интернете публикуют. Посмотрим, как оно, что. Ну, вообще, смотрите, ну, так хорошо, пусть вы не считаете аномальной. Лёгкая аномальная зима, аномальная весна. Весна аномальная, конечно. Непонятно, какое будет лето. У нас весна, понимаете, она всегда сухая. Вот Великий Народный Академик Мальцев, который из Кургана был, он говорил, надо под июньские дожди всё сажать. Ну, имел в виду колхозы, совхозы тогда были. Ну, садоводы раньше. А видите как, меняется, конечно, всё, надо приспосабливаться. Вот я свои грядки закрыла старыми простынками белыми, чтобы не жгло растения. Всем советую. Не укрывной материал, а именно, чтобы проветривалось. А сверху их не жарило и не сушило сильно. Ну, вы какой год закрываете вот так урожай от того, чтобы не жгло постоянно, ежегодно? Первый раз. Клянусь, первый раз. То есть до этого, в принципе, терпимая была жара, да? Терпимая, конечно. Ну, как вы думаете, осенью не ждать нам аномалии, если вот эту закономерность рассматривать? Ну, как правило, понимаете, вот бывает плохое-плохое лето. Думаешь, господи, как-то было. Потом прекрасный сентябрь. Или в этом году все посохло. Вот я не такой садовод, работаю некогда. И укроп что-то посеяла я в конце августа. Он у меня в сентябре раз прекрасно вырос. А летом он весь сгорел. Потому что в природе все равно какая-то компенсация существует. Но одно не выросло. Виноград был сладкий, вырос. Хотя он для Урала, конечно. Вырос сладкий виноград, амурский, правда. Вот. То есть, конечно, что-то может не вырасти. Ну, как ориентироваться-то тогда? По народным приметам или как? На что смотреть? Видите, народные приметы больше действуют на европейской территории, где сложилось крестьянское хозяйство. Все-таки Урал и Сибирь – это районы нового освоения. И здесь немножко приметы, комплекс надо осмотреть. Даже вот приметы погоды по одному, по двум обычно смотрят несколько примет. И что это вообще такое приметы? Это есть предикторы. Вот, скажем, вот эльнине явление, которое в Южном полушарии. Есть диссертация у нас, Надежды, рассказывай, она у нас доктор географических наук. Вот перевожу на русский язык. Влияние линии на увлажнение за Уральем. Где-то Южная Америка и где расстояние до Зауралья. То есть, все взаимосвязано. И надо смотреть, конечно. Вот, скажем, изучает очень сильно индийский мусон. Кто? Американцы, мы и сами индийцы. Почему? Если он задержится, они там с голоду могут. Ну, это у них все, индийский этот мусон. Придет вовремя, у нас все нормально. Я вот не знаю, как он нынче у них там. Он должен в конце мая прийти. Вот, как там. То есть, он, возможно, и нам аукнется, да? Да, конечно. Это тоже какой-то предиктор. Потому что и на Россию это влияет. И на американцы приглядываются. Ну, и самим индийцам это жизненно важно. Понимаете, вот, и смотрят, сейчас изучают вот эти... Ага, это вовремя, значит, и у нас все, слава тебе Господи. А если нет... Ну, у нас, вот смотрите, черемуха цветет обычно холодно, а в этот раз плюс 36. И Шукова говорила, это не связано. Вот она права была. Просто так совпадало. Не связано черемуха с этой приметой, нет. Просто совпадало. Хорошо. А вот такая аномальная жара тоже ведь, наверное, как следствие изменения климата на планете в целом. Да? Характерно ли это на Южном Урале? Становится ли климат другим, более теплым, возможно? Становится. Нынче у меня студент даже зимой анализировал. Три периода по 30 лет брал. То есть у него... А некоторые метеостанции... Некоторые метеостанции у нас... Златоуст, это с 1836 года. Это вообще старейшая метеостанция России и мира, надо сказать. Поэтому... Ночу выключить или как. Вот. И, конечно, есть тренд потепления. Но возвраты все равно. Вот мы смотрели среднюю температуру. Она около 2 градусов. То 2,4, то меньше 2 градусов. Все равно колеблется средний. И потом, видите, приземные станции. Много факторов влияют. Ну что мы тут на дне воздушного океана? Поэтому надо смотреть более как-то... Сейчас всякие приборы смотрят более глобально. Но то, что потепление в северном полушарии – это да. Это плохо? Да что плохо? Почему? Земледелие продвинется на север. А потом это было. Вот. Хорошие передачи показывают поздно. И, скажем, изменения вот гренландского ледника, северного ледовитого океана. Все равно пульсировало. Вот гренланд – зеленая земля. Оттаяли могилы викингов. Значит, раньше она была зеленая. Действительно более такая. Поэтому это все в циклах. И пугаться особенно. Нас привыкли чем-нибудь пугать, понимаете? Чего нас пугать? Мы в Сибири не боимся, у нас катарга своя. Мы привыкли и к жаркой погоде, и к холодной погоде. Мы свой Урал любим, приспосабливаемся. И потом, жаркая погода имеет свои огромные плюсы. Мы лечим почки. Раньше в Абарамали всех посылали, чтобы люди потели, чтобы все шлаки выходили через пот. Сейчас, пожалуйста, давайте все будем почки лечить. Но сейчас, да, уже шутят в интернете, что можно приезжать на Урал и спокойно загорать, и не нужны никакие Турции, Мальдивы. Да, конечно. Спасибо вам большое, Екатерина Ивановна, что нашли время, заглянули к нам. А я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях был климатолог, доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧАЭЛГУ Екатерина Пестрякова. А у меня на этом все. Я желаю вам отличного настроения и только хороших новостей. Спасибо. Спасибо.